Глава Ингушетии представил к наградам троих земляков за спасение испанца, который недооценил суровость российских морозов. Путешественник-велосипедист Хосе Андре Сабьян решил преодолеть трассу от Магадана до Байкала на велосипеде. Преодолев 100 километров с остановкой в поселке Ларюковое, экстремал оказался на Бурхалинском перевале и решил заночевать у обочины. Однако тонкая палатка почему-то не спасла туриста в минус 50. О том, вернее о тех, кто его спас, репортаж Людмилы Щербаковой. Думали, мусорный контейнер, оказалась палатка, а в ней экзотика. Испанский путешественник-велосипедист чуть не замерз. Это видео, где он ночует на трассе Колыма, сняли его спасители, проезжавшие мимо жителей Сусумана. На трассе Ваха, Муса и Алсан оказались не случайно. Незадолго до счастливого спасения, они познакомились с туристом из Испании в кафе. Увидели припаркованный велосипед, удивились. Сказал, что у него путь с Магадана до Байкала. Мы ему объяснили, что это смертельно опасно, что нельзя вот так вот рисковать жизнью. Четыре дня спустя ехали из Магадана обратно. В том же кафе поинтересовались видбой путешественника. Им сказали, что уехал. Они отправились искать. Нашли в 100 километрах. Сейчас Андрес обустраивается в одной из магаданских гостиниц. Говорит, чувствует себя нормально, только руку отморозил. Ходит на перевязки. Мне понравилось одиночество, энергия Сибири. Но не понравилось, что нет солнца. Но вы замерзли. Как все это случилось? Да, спустился с перевала. Не хотел ночевать наверху, там холоднее. Все было идеально. И велосипед, и одежда. Но во сне у меня снялась перчатка. И прошло всего пять минут, как я отморозил руку. Привет всем. Хочу с вами попрощаться. Как вы знаете, я собрался в Сибирь. Это путешествие для Андреса далеко не первое. Вот он на своем сайте рассказывает подписчикам, что берет с собой в дорогу на Байкал велосипед и палатку. В ней испанца и нашли жителей Сусумана. До Сибири Андрес успел побывать в Азии, Европе, Африке. Фотографии из странств всегда размещает в сети. Я опытный путешественник. Путешествовал много. Пакистан, Исландия. Я много где был. Это происшествие в пути изменило все планы испанцев. Теперь билеты из Иркутска, которые были куплены на конец февраля, нужно сдавать. Другие купить сложно. Еще одна проблема, с которой столкнулся Андрес в Магадане, отсутствие билетов на Москву. На ближайшие даты и в целом до Нового года нет даже бизнес-класса. Трудно улететь и на Хабаровск. Так что теперь Андрес изучает город. И вполне возможно, Новый год испанский гость будет встречать в Магадане. Людмила Чербакова, Рустам Ахметов, Вести, Магадан.